Апелляционный суд США по требованию администрации Байдена отклонил попытку Техаса ввести в действие закон, направленный на эффективное предотвращение незаконного вторжения иностранцев-нелегалов через границу США. Закон, известный как CB4, предусматривает уголовную ответственность за несанкционированный въезд в Техас и наделяет судей штата правом выносить решение о депортации с возможным тюремным заключением на срок до 20 лет за несоблюдение требований. Верховный суд США, высший судебный орган США, разрешил его исполнение, а нижестоящая организация, 5-й окружной апелляционный суд США, игнорируя решение Верховного суда, являющейся последней инстанцией, восстановил судебный запрет и продолжил дальнейшие рассмотрения. Техас продолжает игнорировать спорные решения о том, что штат обязан держать границы настежь в ожидании того, что миллионы нелегалов-иностранцев будут незаконно пересекать границу. Ни Министерство юстиции США, ни канцелярия генерального прокурора Техаса Кена Пакстона не предоставили пока комментариев. Кризис с иностранными нелегалами, организованный социал-демократами, является ключевой проблемой. И речь не только о электорате демократов и обесценивании голосов американцев. Тут намного глубже. В Чикаго нелегалам с какого-то перепугу судья, назначенный Обамой, разрешает приобретать оружие. Для чего? В то время как для граждан Америки купить это самое оружие в Чикаго огромная проблема. Зачем иностранцам так понадобилось оружие? От кого защищаться? На условиях анонимности представители компаний, производящих бронежилеты, сообщили, что даже небольшие фабрики получили заказы по 600 тысяч бронежилетов. И количество заказов растет в геометрической прогрессии. Плюс ко всему администрация Байдена увеличила расходы администрации на полтора триллиона долларов. И в то же самое время сокращает зарплаты госслужащим на 3%. Куда пойдут эти деньги? Похоже, что социал-демократы, уже отрицающие победу Трампа на выборах, этому ноябрю все-таки готовят шоу куда помасштабнее, чем БЛМ и Антифа. А лозунги «Голоса нелегалов» имеют значение уже совсем на подходе. Ведь демократы пугают приехавших на полный пансион нелегалов, что Дональд Трамп у них заберет эту лафу и депортирует их всех народу. Дональд Трамп у них заберет эту лафу и депортирует их всех народу.